Сейчас зимой мы, дачники, можно сказать, находимся на заслуженном отдыхе и в прямом смысле отдыхаем от огорода. И в этом есть и свои плюсы и минусы. Например, из минусов это накрывает дачный зуд и руки чешутся что-то посеять или посадить. Поэтому если у кого-то такая же история, то давайте вместе вспомним, что можно посеять в декабре месяце. Ведь подоконники у нас есть в каждом доме. А заодно приглашаю всех присоединиться к этой теме и в комментариях дополнить свои варианты, чтобы наш обзор получился максимально юмким. Итак, начну с того, что не только в декабре, но и в ноябре и даже уже с октября месяца можно сеять и выращивать у себя прямо на подоконнике целый мини-огород. Это и зеленый лучок, крест-салат, самые опыляемые гибриды томатов, сладкий и горький перец, огурцы, оконный горошек и даже мини-баклажанчики. Только выбирать нужно те сорта, которые выведены специально для выращивания на балконе. Тогда, чтобы получить первый урожай, нужно будет набраться немного терпения и выращивать их примерно от двух до пяти месяцев, в зависимости от культуры. Например, первые зеленцы огурчиков можно будет получить месяца через полтора от всходов. Урожай миниатюрных помидорок месяца через три-три с половиной. А вот болгарский перец и баклажаны заставят нас ждать, конечно же, максимально долго, где-то около пяти месяцев. Но, если честно, то такие мини-огороды на подоконниках обычно заводят не ради урожая, а когда сам процесс выращивания приносит реальное удовольствие. Поэтому для тех, у кого чешутся руки, в декабре самое время обустроить такие грядки прямо в квартире. Далее, для того, чтобы получить первые ягодки-земляники уже в первый же год, сеять семена на рассаду нужно очень рано. Примерно в декабре-феврале. И в этом случае обязательно нужна досветка. Второй вариант ее посева это гораздо позже, можно даже в марте-апреле. И тогда кустики будут готовы к высадке уже к началу лета. Но в текущем сезоне они ягод не дадут. Зато хорошо сформируются, укоренятся, нарастят листья и заложат урожай на следующий год. И опять же таки, при таком посеве рассаду можно будет вырастить без досветки. И по времени придется меньше нянчиться с ней. Поэтому, когда сеять, выбирать нам. Единственное, что еще раз напомню, что рассада земляники требует 12-часового дневного света. Поэтому, если нет возможности создать эти условия, то, конечно же, посев лучше сместить на более поздний период. Следующее неприхотливое, но уже экзотическое растение, которое выращивают любители экспериментов, это карликовый гранат. Обычно семена сеют либо осенью, либо весной. А отсвести и плодоносить он начинает только в 2-3 летнем возрасте. И уже взрослое растение имеет потом период покоя, который длится зимой месяца 2-3. Или же есть еще одна зимняя дачная забава для тех, кто любит выращивать растения, так сказать, с нуля, то есть семечка. Это можно посеять голубику и чернику. Обычно их семена сеют весной, а в течение зимы стратифицируют их и выдерживают месяца 3 в холодильнике. Но я в этот раз попробовала по-другому. Так как семена у них туго всхожие и имеют очень плотную оболочку, что и затрудняет их всхожесть, то нам нужно ее как-то повредить и тем самым помочь всходом проклюнуться. Поэтому я постаралась их сначала распарить, для чего взяла кислый грунт, пролила его самым настоящим кипятком, затем рассыпала семена по поверхности и сразу же накрыла их крышкой, ничем не присыпая сверху. А уже после того, как емкость с грунтом полностью остыла, то я поместила ее в холодильник. Только не в отделение для овощей, а прямо в морозилку. На следующий день, когда емкость с семенами полностью оледенела, я достала ее и уже оставила оттаивать в комнате. Такая комбинированная стратификация нужна тем семенам, которые слишком долго прорастают. И именно вот такой температурной раскачкой можно ускорить этот процесс. Голубика сама по себе очень морозостойкая, кусты вырастают ее высотой аж до метра, а первые плоды могут появиться еще года через три. Ну а теперь перейдем к цветочной рассаде. И опять же таки напомню, что сейчас можно смело сеять те цветы, у которых очень длинный период вегетации. И один из таких долгоиграющих и очень шикарных цветов это эустома. От всходов до цветения этой ирландской розы проходит почти полгода, и обычно я ее сею в январе. Но в этом году я хочу, чтобы она зацвела еще чуть раньше, в июне, и поэтому буду сеять ее именно в декабре. При этом, выбирая семена, обратите внимание, что эустома бывает двух видов – низкорослая и высокорослая. И махровые сорта, они, конечно же, намного красивее, чем простые. А в целом очень рекомендую эти роскошные цветы. И несмотря на то, что на первом этапе их развития нужно все-таки терпение, зато потом результат точно превзойдет все ожидания. И, наконец, в декабре можно сеять бальзамин, бегонию, как вечноцветущую, так и клубневую, а также глоксинью. Эти цветы очень красиво будут смотреться как дома в горшке, так и на клумбе, ведь они достаточно компактны. А еще не забудьте примулу. Ее семенам требуется стратификация, на которую нужно еще дополнительный месяц. Поэтому сейчас можно посеять семена в плошку с грунтом и поставить ее в холодильник, желательно даже в морозилку. А в январе достать ее и поставить уже на проращивание в комнатных условиях. Единственное, что опять же таки повторюсь, что так рано нужно начинать сеять, если только у вас есть хорошие виталампы. Так как без досветки всходы неизбежно вытянутся, а затем улягутся на землю и в итоге просто погибнут от черной ножки. Поэтому начинаем сеять в декабре только лишь если есть возможность достаточно подсвечивать растишки. И, конечно же, защищать их от перепадов температур, в том числе от холодных сквозняков. Спасибо за просмотр, ставь палец вверх и подписывайся на наш канал. Продолжение следует...